Здравствуйте, в эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Практически два года украинский капитан Геннадий Гаврилов находится в Шрионке. К сожалению, он там не работает и не отдыхает, находится год под арестом, еще год на подписке о невыезде. Будучи капитаном буксира, он выполнял задания по доставке вооруженной охраны на торговые суда, причем работал в районах, где велика угроза пиратской атаки. Как так получилось, что сейчас ограничена свобода украинского капитана? Мы поговорим с нашими гостями, с Анной Мруговой, руководителем благотворительного фонда помощи морякам «Ассоль». Здравствуйте. С Максимом Кочерженко, адвокатом. Здравствуйте. И с Дмитрием Гавриловым, братом капитана. Здравствуйте. Дмитрий, вам слово. Расскажите, как так произошло, что ваш брат оказался под стражей? После смены правительства в Шри-Ланке брат находился на судне в 14-мильной зоне. К ним подошло судно военное от оппозиции в Шри-Ланке. Они его просмотрели, сделали осмотр судна, в контейнерах нашли оружие. Оружие, я это понял, численность на судне и велась у него. Но за оружие, как мне Игена объяснял, отвечают еще два человека, которые непосредственно на счет оружия по его количеству отвечают. Но так как он капитан, он отвечает за все. После этого они... Но нашли оружие, так я не понимаю. Нашли, было оружие. Да, я понимаю, но так буксир перевозил оружие в охрану. Да, после этого судно, как они его арестовали, отбуксировали в Порт-Гале. Там они его держали, Гену, на судне. Я так понял, что около полгода. После этого было, он мне рассказывал, было заседание суда. Украина не предоставила адвоката. А на каком основании его вообще задержали? Что вот именно... Они... Да, они... Или перевозили специализацию? Да, они ему обвиняют в том, что он зашел с судьбом без разрешения в их территориальные воды. А документы были? Что говорит Геннадий? Все документы подтверждают, что он был в нейтральных водах. И на основании этого я и разговаривал, и с послом украины в этом, в Индии. Он говорит, что на основании этого они и строят обвинение. Плюс ко всему заинтересованы определенные лица, которые в чинах находятся в Шеренке. Как я понял с Геннадий слов, что этот человек, который его арестовал, он был в звании или майора, или подполковника, ему выгодно просто его было арестовать в том, чтобы получить продвижение по колейной лестнице вверх. Чем больше дело не открывает, тем больше звезды получает. Вот он арестовал, что дальше? То есть, допустим, да, ему уже могли сразу избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Почему на целый год его в места лишения свободы определили? Он рассказывал так, что вот когда было первое заседание суда, когда его посадили на год именно туда, не было адвоката вообще на суде. Зачитывался этот приговор, не приговор, я не знаю, что там происходило. Но факт в том, что... Да, меру пресечения, но даже не на английском языке, на местном диалекте они зачитывали. То есть у него даже не было переводчика? Не переводчика, ничего, он не мог понять вообще, что ему обвиняют, в чем. Вот, и дело в том, что он рассказывал как, что когда этот начальник их полиции приехал на судно, когда Гену арестовывал, ну, он уложил лицо в его вниз, на палубу, он сказал так, что вот я вот Украину ненавижу и сиди ты у меня будешь, потому что я заинтересован в этом деле. Максим, прокомментируйте, вот насколько в правовой плоскости лежат действия правоохранительных органов, которые арестовывали Геннадия, да, и как вообще так может быть, что суд не предоставил переводчика иностранному гражданину? Я, к сожалению, не знаком, конечно, с процессуальными требованиями законодательства Шри-Ланки по уголовному производству, но есть определенные международные стандарты, и согласно им, конечно же, обвиняемому, подозреваемому преступлению должны быть предоставлены быть и переводчик, и защитник. Как этого добиться, это уже, конечно, вопрос самого обвиняемого и подозреваемого, он должен требовать это от тех органов, которые ведут следствие, а также от государственных органов Украины, которые обязаны в силу своего положения по законодательству, обязаны обеспечивать защиту своих граждан. Это, конечно же, Министерство иностранных дел Украины, и в частности, это посольство, консульство Украины в той стране, где происходит данный судебный процесс. Вот смотрите, судно имеет все разрешительные документы, имеют лицензию на перевозку оружия, правоохранители берут, арестовывают экипаж, арестовывают судно, то есть на основании, что, насколько я понимаю, что эти документы уже недействительны, что изменилась законодательная база. Ну, то есть прописная истина, закон обратной силы не имеет. На тот момент, когда эти документы оформлялись, они были поводом для того, чтобы заниматься профессиональной деятельностью. То есть я понимаю, что правительство могло как-то аннулировать лицензию, но является ли это поводом для ареста? Константин, я с вами полностью согласен, что есть такое правило, закон обратной силы не имеет, и для меня эта тоже ситуация выглядит довольно странной и нетипичной. Тем не менее, в стране, где происходит смена власти, можем ожидать всего, чего угодно. И, к счастью, пока приговора нет. И я надеюсь, что у капитана Гаврилова будет достойный адвокат, защитник, который сможет на базе и в том числе этих моментов построить его защиту и добьется оправдательного приговора. Анна, фонд «Ассоль» многократно помогал морякам. Расскажите, что касательно капитана Гаврилова? Какую помощь предоставляете вы? Пытались ли вы связаться с нашими дипломатическими кругами, с посолом в Индии, который, в принципе, Шри-Ланка относится к его сфере ответственности? Да, о судьбе капитана Гаврилова мы знаем около полутора лет. И действительно, на первых этапах, когда он находился, был капитан, был задержан. У нас не было ни однократных запросов в Министерстве иностранных дел, и ему был предоставлен государственный адвокат. Но по истечении некоторого промежутка времени, государственный адвокат сказал, что, к сожалению, я выполнил свою работу и больше защищать я вас не могу. У меня есть к вам предложение, что вы должны обратиться к своему президенту, к Министерству иностранных дел, к послам, к консулам. Вы гражданин государства Украины, и вас должны представлять, ваши интересы должны защищать эта страна. И буквально неделю назад мы получили открытое обращение к президенту, Петру Алексеевичу Порошенко, видеообращение к капитана Гаврилова. Мы постарались посредством средств массовой информации передать эту информацию всем журналистам, вышли на контакт с родственниками. И сегодня мы здесь для того, чтобы обратиться к тем людям, к народным депутатам, которые представляют нашу Одессу, Одесскую область, он сам из города Вилково, чтобы они донесли в парламенте, в своих комитетах, что вот такая ситуация сложилась именно с этим человеком. Он один, и мало того, он капитаном, он уже 15 лет. И ту миссию, которую он выполнял, я, будучи седьмой год руководителем фонда помощи морякам от соль, а наша организация именно образовалась вследствие того, что наши родственники пострадали от пиратства. И мы все знаем, что не будет принято тогда именно решение, что привлечь вооруженную охрану на торговые суда, мы до сих пор не знаем, сколько могло продлиться то же сомалийское пиратство. И эти люди, которые приняли для себя решение, и это не только судьба этого экипажа, у нас есть экипаж, который находится в Индии, в такой же ситуации, которые получили приговор 5 лет, у них практически одинаковые судьбы, были задержаны за перевозку оружия, и я думаю, что мы сейчас должны помочь этим людям вернуться на родину. Тем более, учитывая, что у капитана Гаврилова растут двое сыновей, у него мать. И в любом случае, сколько бы ни было детей, но на самом деле это очень страшно, когда человек остается один на один со своей проблемой. И вот сегодня мы просим всех тем, кто может нам помочь в этой ситуации, помочь нам, потому что это действительно ситуация, которая зашла в тупик, и коль уже ситуация, когда адвокаты говорят, что мы сделали все, что могли, мы понимаем, что в той стране больше людей, которые смогут ему помочь, их нет просто. Есть мы, есть люди, которые его ждут, есть люди, которые могут сейчас повлиять на его судьбу, нам просто надо консолидировать свои действия и сделать все возможное, чтобы этот человек вернулся на родину. Анна, вот в подтверждении ваших слов, ту информацию, которую я нашел в публичном доступе, действительно, за время работы капитана Гаврилова не было совершено ни одного захвата судна пиратами, то есть это тоже говорит об эффективности его работы, и как мне кажется, что дипломатические круги и Украины, и те же правозащитники, которые занимаются, в принципе, в международном поле, скажем так, работают, да, должны были бы за него ступиться. Это же, ну, все-таки арест капитана, это достаточно значимое событие. Почему это не произошло до сих пор? К сожалению, к сожалению, все-таки ситуация за последние наши 20 лет, она огорчает в том плане, что, вы знаете, как бы судьба отдельно взятого человека, и каждому из нас, может быть, где-то в стороне кажется, что я в такую ситуацию не попаду, но мы все сейчас знаем и переживаем судьбу старшего помощника Новичкова, который находится в Иране, который обвинен тоже в том, что человек пропал с борта судна, и его обвиняют в склонении к самоубийству. Вот так вот получается, что мы, наши офицеры, наши рядовые, они находятся в разных уголках нашей планеты, иногда каждый из них один украинец в составе экипажа, и вот мы не должны оставлять судьбу этих людей. Для нас важная задача, не важно количество, важно, что гражданин Украины, он в беде, и надо делать все возможное, чтобы этот капитан, да не только этот капитан, а те люди, которые находятся в сложных ситуациях, они должны вернуться на родину. И у нас есть такая организация, ассоциация капитанов, обязательно мы обратимся к ним, чтобы они нам помогли, потому что это все-таки, ну, на самом деле это очень обидно, и больно, потому что человек, он действительно хочет, не то, что действительно он хочет вернуться, он, если кто просмотрел внимательно обращение, у человека есть надежда, и мне бы не хотелось, чтобы он чувствовал себя обреченным. Да, и плюс ко всему еще со здоровьем проблемы. Мы сейчас об этом обязательно поговорим, я вот хотел на еще одном моменте остановиться, что вот то, что говорила Анна, посреди процесса адвокат заявляет, что он все сделал, что он больше не готов представлять интересы своего подопечника, ну, насколько я понимаю, у меня нет юридического образования, но насколько я понимаю, это нонсенс даже для стран, скажем так, далеких от правовой культуры. Да, вот прокомментируйте, почему так происходит? Ну, это действительно очень неадекватное поведение, на мой взгляд, адвоката, поскольку процесс-то еще не закончен, как он может говорить о том, что все методы и способы исчерпаны, и он ничего не может сделать по этому поводу. Если на сегодняшний момент приговора суда нет, значит, человек невиновен. Есть презумпция невиновности. Это основной принцип головного производства практически во всех странах мира. Его вина на сегодняшний день еще не доказана. Дмитрий, я знаю, что действительно, вот, и то, что вы сейчас озвучивали, что у вашего брата, у Геннадия проблемы со здоровьем, да, расскажите, как он сейчас, какая помощь ему необходима? Да, у него, получается, летом, когда я с ним созванивался, но сейчас они как сделали, не сделали, а подписка о невыезде из города Гале, вот он в Гале находится, или Гала, я точно не помню, ну, как правильно, правильно как называется, но я знаю, что у него была проблема с глазом, катаракта у него была, там сделали операцию в шеланке, и вот сейчас у него повышен хлористерин, и когда делали анализы, показали, что у него 100% забита артерия одна, и вторая на 80%. Операция, я не знаю, как согласиться, на операцию в шеланке не согласиться, я не знаю, потому что сумма около 10 тысяч долларов, ну, и отношения, конечно же, врачей будет совсем другое. И тем более, я же не знаю, как они там, смогут ли они профессионально сделать, и как они там обучены сами. Я говорю, надежда только на чистоплотность врачей, потому что понятно, что чисто по-человечески отношения к иностранному гражданину, который находится под арестом в их стране, совсем иное, чем к своим гражданам. И вопрос, кто это оплатил? Ну, фирма как бы хотела оплатить, если это дело, ну, я не знаю, оплатят ли они, не оплатят, потому что вы можете представить, что мать 38-го года, она 10 лет уже не ходит, и для матери, да для любой матери, когда сына нету, детей, и она понимает, что он в чужой стране, и она его даже не может видеть даже, поговорить о чем можно, сейчас как-то по вайберу, по скайп, ну, можно с ним поговорить. Ну, она и не ходит 10 лет, и Сталинка, она хоть, сколько там ей осталось, хоть сына хоть увидеть. Ну, будем надеяться, что все-таки и наша власть, в первую очередь дипломатические круги, обратят внимание на эту проблему, да, и что включится в процесс. 2-го числа, 2-го октября у него был суд, на котором никто не присутствовал, следующее заседание было перенесено на 23-е октября, и он искренне надеется, что в зале суда будет кто-то из консульской службы, и кто-то сможет его представлять, его интересно. И будем надеяться, что все-таки капитан Гаврилов, да, получит необходимую юридическую помощь, и вскоре вернется в Украину, будучи полностью оправданным в Шри-Ланке. И надеюсь, что после этого он сможет предъявить претензии и иски к тем людям, которые ответственны за то, что он на сегодняшний момент столько времени проводит вдалеке от дома и в довольно тяжелых обстоятельствах. Я думаю, что об этом тоже должны позаботиться, и власти, и юристы, к которым он обратится. И я думаю, что это вполне реально. Безусловно. Я вас благодарю за интересный эфир. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я напомню, мы говорили о судьбе капитана Гаврилова. Студию провел Константин Гречаны. Оставайтесь с нами.